Всем привет! Это удивительное видео о том, как подключить жесткий диск через USB-разъем компьютера. Многим кажется это невозможно, но на самом деле это очень легко. Для того, чтобы подключить, нужно воспользоваться небольшим адаптером. Лично я купил адаптер AirDriver от компании Aopen, который стоит примерно 1000 рублей. Ну, лично я купил за 899. Но в среднем он стоит 1000 рублей. В этот адаптер входит комплект всего требуемого оборудования, чтобы подключить жесткий диск к компьютеру, не открывая системный блок. Итак, посмотрим, что для этого нужно. Во-первых, самое главное устройство, самый главный адаптер, это вот такой вот небольшой переходник на одном конце, соответственно, USB-разъем компьютера, на другом стандартные разъемы для подключения жестких дисков. Тут у нас старый разъем и, соответственно, SATA. Что мы делаем? В USB-порт компьютера мы подсоединяем один конец этого адаптера, а второй подсоединяем к жесткому диску. Все совершенно просто. В этой большой коробочке, с которой продавался адаптер, идет SATA провод. Но если даже он вдруг у вас отсутствует, его всегда легко можно купить в любом магазине. Подключаем. Дальше мы берем на жесткий диск. Ну вот, например, у меня здесь 2,5-дюймовый Western Digital. И мы подключаем его. Один момент. Вот, соответственно, я подключил Western Digital через адаптер. Посмотрите, он напрямую соединен с компьютером через USB. Что же делать с питанием, зададутся многие вопросы. Первое, что вы можете сделать, это открыть системный блок, как сделал я. Взять любой из шлейфов питания, ну, например, вот этот, и подсоединить к жесткому диску. Тогда ваш жесткий диск будет соединен оригинальным способом. Снаружи и изнутри системный блок. Если вы не хотите или не можете открывать системный блок, или, например, у вас ноутбук, то вы можете воспользоваться приложенным в комплекте удивительным переходником. Давайте посмотрим на него. Вот этот переходник. С одной стороны обычная розетка. А с другой стороны, вы не поверите, элемент питания для компьютеров. Как мы видим, это старый разъем. Он используется для старых жестких дисков. Но, опять же, в комплекте этой удивительной коробочки находится переходник. Вот он. Который позволяет вам совместить. Давайте сейчас я все подключу. Итак, что мы видим? У нас жесткий диск подключен к компьютеру через USB. А питание за счет розетки. Таким образом можем использовать жесткий диск. Подключать горячим подключением можно к компьютеру. То есть, во время включенного компьютера. При этом он определится не как флешка, вопреки тому, что вы втыкаете его через USB, а как жесткий диск. Или несколько, если, соответственно, жесткий диск разбит на несколько логических дисков. Для чего можно использовать такой способ? Самый популярный способ применения такого адаптера это восстановление жестких дисков. Часто, когда на жестком диске находится много битых секторов, вы, если включите его через стандартные внутренние провода системного блока, вы не сможете, у вас не загрузится Windows. Он будет грузиться тысячу лет и потом покажет ошибку. Соответственно, вы запускаете Windows, ждете, пока он загрузится, после чего в USB разъем втыкаете вот этот удивительный переходник. И питание используете внутренние системного блока или по внешнему, через розетку. Жесткий диск определяется, и вы можете быстро переписать какие-то сохранившиеся файлы, чтобы ваши данные не потерялись навсегда. Использовать жесткий диск с битыми секторами и восстанавливать, понятное дело, мы не рекомендуем. Продолжение следует...